В молитве плакать будет мама, Не плачет он же с Богом, мама. Теперь нас на небе ждет, И я просто, знаешь, верю, Феорда, Что мы увидимся с тобой. Так рада к путь земной пред Богом, Так рада к путь земной пред Богом, Как миг наш путь земной пред Богом. Не я, а ты, пришел домой. Христос воскресе. Боюсь, он воскресе. Христос воскресе. О, понятно. Я вас знаю. Да? Я вас смотрю. Я знаю. Я смотрю. 10 тысячи подключить в Афганском языке. На переднюю. Как в большинстве так, в 15 годов не было. Мы все надеемся, да? Ну, давай, спрашивай. Евангелие, а где можно получить такую Евангелие? А, ну, люди. Вот, бери Евангелие. Я просто забуду. Где можно его? С обратной стороны прочитаешь? Это лига кармановой Евангелия. Им пишешь. Ну, и там. Они 20 штук высылают. Короче, напиши так, что ты верующий, чтобы они поняли. А еще как можно? Через интернет заказывай нам убрать. О, это сложнее. Сложнее. Ну, и так же вот раздавать карманы. Так, знаешь, что? Давай ты, это, отзвонишься. Ты отзвонись, вот по телефону, по этому. Вот здесь вот. Попадешь вот на Сергея Павловича. И он тебе объяснит, а ты позвонишь Игорю Третьякову. И спросишь, как. Там надо с вами знакомиться. Я по скайпу молился. А ты православный? Да, конечно. Ну, это, они как бы дают, но там получается 10 рублей с Евангелия. Вот это за доставку. Нет, это полностью Новый Совет и Псалтын. А, вот это синенькое, Евангелие, братья. Да, 10 рублей. Мы просто, вообще нам у нас легче раскидываемся. Берем нашу греценку. Вот мы. Включение. Мы там по 5 тысяч. У нас радуются говорить. Вы про поедете? Да, когда вы говорите. Это наше православное. Сергей Павлович, правда, высказал мысль, но я думаю, не крамольную, что патриарх, наверное, даже не знает, что они есть. Ну, кто-то северяков выпустил, просто издание. А тут все нормально, синодальный перевод, что еще надо. Ну, это сибирская благозвонница. Ну, наверное, позвонили, сказали, может, дорогой Патриаршенька. Так, ну, выпустили, а мы, конечно, согласись. Это этот, который я вчера сказал. То есть, это вот, это главный редактор, это его, сибирская благозвонница, это его инициатива, чтобы за их деньги издавать вот это Иван. Ну, кто-то благотворитель есть все равно. Так, ну, что тут есть? Благи Господи! Благи Господи! Люди хорошо бедут, хорошо. А еще можно у вас посвящить? А как можно? На богослужение один раз можно? Да, можно. Ну, так же вот к Сергею Павловичу. Звони. Звони, он тебе скажет. А он узнает у батюшки. Да. На первой странице мой телефон и сделал. Да, везде его. И, это, выходи на занятия, прям на занятия можешь сам спросить. Ну, да. Среда, пятница и воскресенье. Сегодня, кстати, выходи. У тебя скайп есть, Женя? Да сейчас интернета нет. Нету? Сейчас интернета нет. Пока нет. Тогда звоните. Ну, надо, чтобы выключить. Надо. Какое дело? Карбанный вариант. Ладно, говори, конечно. О, тут на дороге снова. Пойдемте, вы далеко не уходите где-то. Так, чтобы... У вас телефон с собой? Очень хорошо. Христос Воскрес. Христос Воскрес, Иван К demostров. Христос Воскрес, Карман Евангелия. Кищей, Христос Воскрес. Христос Воскрес, Карман Евангелия. Атемия, Пожалуйста. Карман на Евангелие, слышите? Карман на Евангелие. Карман на Евангелие. Что спросит карман на Евангелие? Я Евангелие Игнатихича предлагаю, я говорю, книги, говорю, да бесплатно даже брать не будут, да вы не знаете, может быть. Христос воскрес, карман на Евангелие от Иоанна. Карман на Евангелие от Иоанна. Христос воскрес, карман на Евангелие от Иоанна. Нет, не зас sous, смотри. Христос воскрес, карман на Евангелие от Иоанна. Христос воскрес, карман на Евангелие. В карман положил и знаешь, что говорил Христос о вечной жизни. Как раз на тебя он получил. Карманы, для каждого человека. Почитайте Евангелие Теанна, поймете за чего. Простите, кто такие вы. Да. Карманы Евангелия Теанна. А я вам не давал разрешения меня снимать. Это общественное место. Меня не волнует, это не общественное место. Меня не волнует, это не общественное место. Это не общественное место. Я вам не давал разрешения меня снимать. Почему вы меня снимаете? Какое вы имеете право? Полное право. Потому что это общественное место. Это не общественное место. Какое вы имеете право меня снимать? Какое вы имеете право меня запрещать? Я не давал разрешения вам снимать меня. Алло, гараж, ты че? Вот именно что, алло, гараж. Что за дела? Я по-хорошему вам сказал. А ты православный или каковой? Я православный. Ничего себе, ты православный. Тогда бороду надо заиметь для начала. А ты вообще на сектанта похож больше, чем на православного. Я вас просил. Деньги заплатите за камеру. Что, сломал? Да. С чего бы это? Я вас спросил, кто вы такие. Вам сказал, что не надо меня снимать. А вы откуда? Документы мне ваше предъявите. Не сплатите за камеру. Я вызываю полицию. Я вас просто предъявляю. Вызывайте. Я буду свидетелем, что вы спровоцировали молодого человека. Потому что вы действительно... Зачем вы снимали? А зачем он ломает мою вещь? Я вас не ломал. Зачем вы сломали мою вещь? Платите мне деньги за камеру. Она стоит деньги 25 тысяч. Сейчас же давайте. Как я его спровоцировал? Я его не бил, не кричал, ничего. Он схватил мою камеру и нас сломал. Хорошо, разрешение не спросите. Так мне не нужно разрешение, я его спрашиваю. Не нужно мне, это общественное место. Он в общественном месте хулиганит. Это вы хулиганите. Платите мне за камеру деньги. Вы пришли на православную выставку с непонятными целями. Вы разрешение... Вы взяли разрешение снимать здесь. Да мне зачем разрешение? Вы взяли разрешение мне ломать камеру? Кто вам дал разрешение мне ломать камеру? Я вам не ломал ее. Вы сами начали крутить мою руку. Да у меня все записано, что вы рукой мне сломали камеру. Я сейчас вызову полицию. Пожалуйста, вызывайте. Выйдите отсюда. Не трогайте меня руками. Выйдите отсюда! Мне сломал человек камеру. Я вызову полицию сейчас. Вот там вызовите, придете. А сейчас вы идите отсюда выходить. А вы на сухон говорили, отойдите и не снимайте. А вы что-то вы стали снимать. Пожалуйста, помогай. Выходим. Выходим, выходим. Выходим, выходим, выходим. Выходим, он говорит, что непонятный. Выходим. Руки уберите. Выходим. Там мы играем в бой. Здесь было. После совершенного преступления можно выходить. Место преступления. Выходим. Команды. Все вам зашли. Команды. Команды. Во дворе спорта мне снимали видеокамеру. Да? Акани. Да. Выходит у этого молодого человека? Не-не-не, я говорю просто, пожалуйста, подъем. Человек снимал мне видеокамеру и не хочет платить деньги. Дворец, дворца, правоправная ярмарка. Алло. Да, Барнаул. Бухтов Сергей Павлович. Разрешайте выйти. Что такое? Зачем вы промоктируете? Приходите на православную камеру. А зачем мне он ломает камеру? Какое право он имеет? Мне ломать свою вещь. Здесь выставка православная. И что я сделал? Я снимал японцы. А вы не приходите снимать на выставки? Ничего. Да ваша предполиция объяснит права. Это общественное место. Вы не имеете права запрещать. Это место арендованное. И что? Проходит выставка. И что? Вы не знаете законы, российские убирали. А вы православные. Это общественное место. Я организую. Вы не православные. Я снимаю. Вы не православные. Вы организовываете почву моего имущества. Вы будете отвечать за это. Я вам не знаю. Это нельзя фотографировать. Я ничего не буду отвечать. Молодец. Вы не имеете права запрещать. Это вы не имеете права здесь снимать. Вы не знаете бессонт. Потому что вы говорите, что я приют. О, и человек заплатит. Выдушает, как организатор будете участвовать. О, и человек заплатит. Что? Клубо, как и люди здесь снимают. Что бы события, что бы на том, что он снимает. Что бы они здесь снимают. Глупые руки, как и почему нельзя. Браться нельзя. Главное, драться нельзя. Понятно? А вы руки применяете здесь. Толкаете человека. Его, вот тот толстый, его выталкивает прямо на моих глазах. Вот так схватил и толкал. Главное, драться нельзя. Так, что бы это сделать. Ну, у нас тут такая камера. Камера сломана. Как я сейчас докажу? Надо брать его и снимать. Мы подойдем к этому. Мы стояли. Пускаем его. Написываем заявление. И все. А как иначе? А он сейчас. Вы можете побежать. Здесь стоит. Он живет. Ты по какому телефону позвонишь?